Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Якупова Лилия Рафиковна. Я работаю доцентом на кафедре генетики и химии и представляю председателя приемной комиссии. Вступительные экзамены по химии проходят дистанционно. Экзамен будет проходить в виде тестирования. Количество вопросов составляет 25. По этим вопросам вы можете набрать максимальное количество баллов – это 100. Минимальный порог составляет 36 баллов. Продолжительность вступительного испытания составляет 60 минут, однако для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа при наличии соответствующих документов. В тестовые задания будут входить следующие темы. Это основные понятия и законы химии, периодический закон и периодическая система химических элементов имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Сюда же входит строение атома, а также химическая связь. Следующая тема – это классификация и номенклатура неорганических соединений. Сюда входят кислоты, основания, оксиды, а также соли. Для всех них необходимо знать способы получения и их химические свойства. Здесь же будут рассматриваться типы химических реакций и закономерности их протекания. Следующая тема – растворы, электролитическая диссоциация, гидролиз солей. И последняя тема – начало органической химии. Предусмотрена только одна попытка для вступительного экзамена по химии. Первый вход через логин и пароль, отправленный на электронную почту, вы проходите сами, смотрите папку «Спам» на вашей почте. Последующее посещение сайта возможно под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фотографией и инициалами, и фамилию, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Опять-таки напоминаю, что у вас есть одна попытка. В конце консультации будет пошаговая инструкция сдачи вступительного экзамена. Вы заходите на сайт приемной комиссии, представленной на слайде. Затем выбираете «Бакалавриат и специалитет» и заходите на вкладку «Расписание консультаций и вступительных экзаменов бакалавриата и специалитета» на 2022-2023 учебный год. Башкоспедуниверситета имени Мефтахедина Акнулы. Представлено расписание вступительных испытаний. Для абитуриентов, подавших документы с 20 июня по 20 июля, вступительные испытания будут проходить 25 июля с 10.00 до 17.00, резервный день 26 июля с 10.00 до 17.00. Для абитуриентов, подавших документы с 21 июля по 12 августа, доступ к экзамену будет открыт 18 августа с 10 часов утра до 20.00, резервный день 21 августа с 10.00 до 17.00. Для абитуриентов, подавших документы с 13 по 16 августа, доступ к экзамену будет открыт 20 августа с 10.00 до 22.00, резервный день 22 августа с 10.00 до 17.00. Для абитуриентов, подавших документы с 17 августа по 11 сентября, доступ к экзамену будет открыт 16 сентября с 10.00 до 22.00, резервный день 21 сентября с 10.00 до 17.00. Каким образом подготовиться к сдаче вступительного испытания? Вы заходите на сайт приемной комиссии, выбираете вкладку «Бакалавриат и специалитет», а затем выбираете программу вступительных испытаний по химии. В программе есть, кроме, помимо прочего, перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания. Здесь представлены несколько разделов, которые включают в себя следующие темы. Первый раздел называется «Общая химия». Здесь основные понятия и определения. Строение атома. Определение атомных и молекулярных масс, виды химических связей, растворы. Второй раздел посвящен неорганической химии. Здесь рассматриваются простые и сложные вещества. Простые вещества металлы и неметаллы. Сложные вещества – это классы неорганических соединений. Оксиды, кислоты, основания, а также соли. Для всех этих классов неорганических соединений необходимо знать способы получения и их химические свойства. Следующий раздел посвящен органической химии. Здесь рассматриваются основные понятия и определения. Элементы органогены. Далее идут классы органических соединений. Углеводороды. Здесь как предельные, непредельные, а циклические и циклические. Следующий раздел посвящен кислород, содержащим органическим соединениям. Здесь у нас спирты, альдегиды, кетоны, органические кислоты, функциональные производные органических кислот, такие как сложные эфиры. Следующие – это у нас азот, содержащие органические соединения. Здесь рассматриваются амины и аминокислоты. Разберем примерные задания. Первый вопрос. Концентрированный азотной кислотой, не пассивируясь, будет взаимодействовать. Из представленных металлов необходимо выбрать один. Конечно же, правильным ответом будет медь, потому что остальные металлы в данных условиях не будут взаимодействовать. Следующий вопрос. Реакция, которая идет без изменения степеней окисления элементов, является вторая реакция. Остальные представленные реакции идут с изменением степени окисления и являются окислительно-восстановительными реакциями. Поэтому в данном задании необходимо выбрать одну реакцию, которая не будет являться окислительно-восстановительной. Следующее. Необходимо выбрать формулу молекулы вещества, в которой реализуется только ковалентно-полярный тип связи. Здесь у нас представлены некоторые варианты. Первый вариант является правильным, поскольку у воды как раз-таки существует только ковалентно-полярный тип связи. Вариант В. Натрий-хлор. У него ионная связь, поскольку натрий-типичный металл, хлор-типичный не металл. Вариант В. Представляет молекулу хлора. Здесь реализуется ковалентный неполярный тип связи. Вариант Г. Калий-хлор-О3. Здесь также связь между типичным металлом калий и типичным не металлом кислород. Это ионный вид связи. Поэтому ответ будет А. Следующий вопрос. Формула оксида, при растворении которого в воде образуется кислота общей формулы H-элемент О3. Здесь необходимо выбрать один оксид. Необходимо заметить, что у многих абитуриентов вызывают затруднения, поскольку невнимательно смотрят на формулу и думают, что H-элемент О3 правильным ответом будет вариант В. СО2, поскольку они путают H-элемент О3 с H2-элемент О3. Здесь необходимо внимательно прочитать задание и выбрать правильный ответ. Правильным ответом у нас будет вариант Г. Это оксид азота пятивалентного. В первом варианте А СО2 с H2 образуют угольную кислоту, что не соответствует кислоте общей формулы. В варианте В также у нас образуется H2SO3, что не соответствует общей формуле кислоты. В варианте В Н2О реакция вообще не идет, поскольку такой оксид азота не является кислотообразующим. Поэтому остается вариант Г. В следующем задании есть бруттоформула С5H12. Необходимо выбрать молекулу, где присутствует один третичный атом углерода. Рассмотрим вариант А. В данном варианте у нас существуют только первичные и один четвертичный атом углерода. Вариант В. 3,3-диметилпентан. Этот вариант совершенно не подходит, не совпадает с брутоформулой в задании. Вариант В. Пентан. Несмотря на то, что общая формула совпадает С5H12, однако здесь присутствуют только первичные и вторичные атомы углерода. Таким образом, правильным вариантом ответа у нас будет 2-метилбутан, где второй атом углерода будет как раз таки являться третичным атомом углерода. Следующее задание. Необходимо выбрать вещество, при взаимодействии которого со свежеосажденным гидроксидом МИДИ-2 в щелочной среде образуется раствор интенсивного синего цвета. Рассмотрим вариант А. При взаимодействии этанола с купруму H2 не происходит, поскольку у нас спирт не взаимодействует с гидроксидами, а взаимодействует только с активными металлами, поэтому эта реакция не идет. Вариант В. Также ацетон не может взаимодействовать с купруму H2. Вариант В. Уксусный альдегид реагирует с купруму H2, но только при нагревании. И при нагревании здесь образуется уксусная кислота, 2 молекулы воды и оксид миди одновалентного. При этом не образуется раствор синего цвета, поэтому правильным ответом будет вариант Г. где у нас этиленгликоль при взаимодействии с гидроксидом миди 2 в щелочной среде образует комплексные соединения гликолят-миди. Следующее задание предлагает выбрать наиболее характерные реакции для аренов. Рассмотрим вариант А. Отщепление для аренов совершенно не характерно, поскольку ароматические соединения очень устойчивы в химическом отношении. Вариант В. Также при соединении по трем двойным связям в ароматических соединениях идут крайне плохо и при тяжелых условиях. Вариант В. Замещение водорода в бензольном кольце идет наиболее легко, поэтому этот вариант ответа будет правильный. И вариант Г. Окисление. Также идет с трудом и легче всего окисляются боковые цепи в ароматических соединениях, поэтому правильным ответом будет вариант В. Следующее задание. Необходимо указать простейшего представителя ряда альфа-аминокислот. Здесь представлены только три альфа-аминокислоты, поэтому вариант Г можно сразу же убрать из рассмотрения, поскольку 6-аминогексановая кислота ни в коем случае не является альфа-аминокислотой. Таким образом, нам необходимо выбрать из трех аминокислот глицин, глицин, фенилаланин. И глядя на эти формулы, конечно же, простейший представитель будет вариант А. Это глицин. Самый первый представитель ряда альфа-аминокислот. Контакты представлены на слайде. Указана электронная почта и телефон с WhatsApp. Здесь вы можете задавать вопросы касательно химии. Если же вам необходимо задать вопрос по технической части, вы можете обращаться на сайт, раздел абитуриенту, а также по указанному телефону. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке вступительные испытания в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так, те предметы, которые вы должны сдавать в УЗИ, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вступительные испытания БГП у меня к Малы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин – это ваша электронная почта. И пароль. Обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственные. То есть все, я свою учетную запись полностью поменяла. Теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительного испытания есть социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственным экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано, вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где виды лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до полутора часов для обычных абитуриентов. И для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет полтора часа и более. На полтора часа, не более на полтора часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...